Внимание! Это реальное свидетельство из жизни бывшего оккультиста, мага, колдуна и сатаниста высшего ранга. Многое из того, что вы узнаете в этом видео, будет новым для вас. Цель видео — не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ефесянам 5.11 Чтобы увидеть больше свидетельств о том, что Бог делает по всему миру, смотрите трейлер фильма «Конец церкви» в конце этого видео или на www.anchurchanity.com Смотрите, что у них есть. Дева Мария и якобы Бог. Но это просто идолы. А это якобы защитник Архангел Михаил. Но что это? Это не Архангел Михаил. Смотрите, это Сантерия. Все это колдовство. А это то, что у меня было. Калдера. Это Калдера. Помните Скинию собрания, где люди встречаются с Иисусом? А это Скиния дьявола. Я вырос в районе, где впервые был свидетелем убийства, когда шел покупать молоко. Это было буквально в 10 метрах от меня. Они 7 раз выстрелили в того парня. Я был молодым мальчиком и видел убийство за убийством. И снова убийство. И для того, чтобы выжить на улицах Южного Бронкса, ты вынужден быть убийцей. Ты должен быть умным. Ты должен быть ловким. Со стороны моего отца все были ведьмами и колдунами. Мы жили в колдовстве. У нас было соглашение с самим дьяволом. Когда мне было 8-9 лет, я помню, как мой отец входил в комнату, чтобы поклониться дьяволу. И я мог почувствовать присутствие дьявола, входившего в комнату. Мой отец поклонялся и говорил на языках, на демонических языках. Он поклонялся, кладя цветы, свечи и воду. С 7 часов вечера и до 5 часов утра я находился в церкви сатаны. Я ходил в колдовскую церковь, и меня обучали, чтобы стать колдуном. Я обучался у ведьм, у которых был 30, 40, 50-летний опыт. Они обучали меня, как разговаривать с духами начальства, с духами территории и с дьяволом. Ты не можешь разговаривать с дьяволом лично. Сначала ты должен заслужить это право. Первое массовое убийство, которое они совершили, было здесь, в этом доме. Мужчина нанес женщине 52 ножевых ранения и отрезал ей уши. В это время мы с моим братом гуляли с их дочерьми. И когда мы провели их домой, они, придя домой, нашли куски тела своей матери. Однажды я был в школьном дворе, играл с друзьями, и пастор подошел с группой людей. Они начали петь песни, и люди со двора начали собираться. И там была удивительная атмосфера, удивительная радость во дворе. А я пришел с разбитой семьи. Этот пастор встал на сцену и начал говорить о какой-то книге Библии, рассказывать библейские истории. И он говорил о том, как Бог любит каждого из нас. И впервые в жизни я был увлечен. Вау, может, Бог любит меня? Может, Бог хочет меня? Может, Он хочет коснуться меня и мою семью и изменить все? И я сказал, хорошо, я хочу и могу получить это, потому что нуждался в этом. И впервые я почувствовал невероятную любовь, которую не описать. Этот пастор сошел со сцены и, возложив руки, начал молиться за людей. И я подумал, что теперь моя очередь, сейчас Он коснется меня. Сейчас Иисус примет меня и покажет мне, что такое любовь. Но этот пастор прошел мимо, не прикоснувшись и не возложив руки на меня. Он спустился, подошел ко мне и прошел мимо, касаясь других людей. И я сказал, мой отец не любит меня, Иисус не любит меня, а мы пришли с неблагополучной семьи. Значит, Иисусу нравится тот факт, что мою мать избивают, что я и мой брат ложимся спать голодными, ему нравится то, что нет тепла в моей квартире и тот факт, что нас презирают и принимают за неудачников в школе. Этот парень Иисус ничем не отличается от моего отца. Он точно такой же. И я пошел домой, изломанным и грустным. Я помню, что через неделю или две я был в школьном дворе, гуляя с друзьями. И вдруг я услышал, как что-то упало на землю прямо передо мной. Это было ожерелье Вуду, состоящее из множества цветов. Я поднял ожерелье и одел его на себя. И это было мое первое соглашение с дьяволом. Мы ходили на чтение карт Таро. И когда я ходил на чтение карт Таро, я был еще маленьким мальчиком, мне было 10 лет. Мы пошли туда, и ведьма, которая читала нам карты, ее глаза сфокусировались на мне. Она сказала, «Этот мальчик, мы нуждаемся в нем. Он нужен нам». Сантерия нуждалась во мне. Спиритизм на испанском языке это спиритимо. Сантерия означает поклонение святым. Но это не поклонение святым, это поклонение демонам. И они хотели меня. Та женщина сказала, «Если ты не отдашь его нам, он потеряет зрение через 30 дней». И моя мать была в отчаянии, как мать она продала свою мебель, кровати. Спальные гарнитуры, чтобы получить 250 долларов для моей первой церемонии. Потому что та женщина навела большой страх на мою мать, так что она даже спала на полу, продав все в доме, так как не хотела, чтобы я потерял зрение. Поэтому они посвятили меня тьме в возрасте 10 лет. Мой первый контракт состоялся в 10 лет, когда дьявол появился и принял мою жизнь в качестве жертвоприношения себе. И они повесили 5 бусин вокруг моей шеи. Это 5 худших демонов власти, находящихся под сатаной, что и являлось сантерией. И сделав это, они сказали, «Они будут твоими духовными наставниками, они будут твоими ангелами-хранителями, они будут заботиться о твоей жизни в дальнейшем». Это здание здесь в углу было почти что заброшенным. Мы с братом ходили к водяному насосу, чтобы набрать воду. Квартиры были заброшены, только я с моей семьей и еще две семьи жили здесь. Все мое детство было украдено. Все мое детство заключалось в поклонении дьяволу и хождению в церковь демонов. Я находился в демонической церкви с 7 вечера до 5 утра. Меня обучали ведьмы и колдуны. Меня учили значению цветов, властям, правам, тому, какой дух владеет этим регионом, какой тем, кто управляет этой властью, как называется та власть, как управлять полномочиями. К 13 годам я уже астрально проектировал свое тело. Я покидал свое тело и ходил по регионам и кидал проклятия. Бросал дух проституции, дух наркомании в окрестности. Дух гомосексуализма тут, демонических духов там. Дух убийства и дух самоубийства. Я знал, как впускать этих духов. И к 15-16 годам я ходил в больницы и впускал духов смерти, чтобы больные умирали, так как я хотел повысить свой ранг, чтобы стать самым великим поклонником дьявола в Нью-Йорке. Дьявол стал моим папочкой. Он заменил мне моего отца, потому что я молился и просил его убить своего отца. В 33 года моего отца застрелили в лицо в ночном клубе. Это сделала женщина, которую он даже не знал. И дьявол сказал, «Я заменил старое, чтобы сохранить новое». И дьявол стал моим папочкой. Здесь был клуб, где погиб мой отец в возрасте 33 лет. И когда мне было 11 лет, здесь в углу был магазин. Того парня выстрелили прямо тут, в тот момент, когда я шел за молоком. И я поднялся в ранги поклонников. Я поднялся выше рангов власти и всяких демонов. До такого ранга, что я мог сидеть с дьяволом так же, как я сейчас сижу с вами. И дьявол проявлялся в образе человека. Он входил ко мне в комнату. И я мог общаться с ним всю ночь. Он давал мне задания, и я ходил в пять клубов или в пять мест, где люди развлекаются ночью, чтобы вербовать их в сторону тьмы. Я рассказывал людям их судьбу, их жизнь, дела, которые они сделали, вещи, которые произойдут с ними. Они не знали, кем я был, просто у меня была демоническая сила. Я пил кровь. Я убивал животных и пил их кровь каждую неделю. Если у меня не было времени купить животных, я резал себя и пил свою кровь. И многие люди, окружавшие меня в этом демоническом мире, врачи, юристы, люди власти, судьи, сотрудники полиции, все они были вовлечены в колдовство, и даже знаменитые певцы. Я руководил духовными властями в определенных регионах, чтобы контролировать, сокращать церкви, сокращать рост церквей, снижая возможность людям спастись. Порой одержимый, и к тому же пьяный. Я выходил с клуба и, становясь посреди улицы, говорил Богу, «Сойди вниз. Ты хочешь, чтобы я ударил тебя по лицу? Хочешь, я плюну тебе в лицо? Приходи и дерись со мною». Я женился на Хэллоуин. У меня была демоническая свадьба на праздник Хэллоуин. Демоны и духовные власти со всех регионов мира пришли на мою свадьбу. Ни один человек не пришел на мою свадьбу. Они просто боялись меня. Я разослал приглашение, но никто не пришел. Так что у меня не было никаких свадебных подарков. Но демоны пришли на мою свадьбу и крестили ее. Моя жена была ведьмой, я был колдуном. И когда у нас родилась дочь, я тоже обучал ее колдовству. Помню, когда я в первый раз собирался принести в жертву человека. Дьявол сидел на пассажирской стороне моей машины, когда я припарковался. И он спросил, «Ты любишь меня?» Я ответил, «Конечно, папочка». Он сказал, что есть один парень на крыше. Он сказал, «Он хочет взять твои деньги или причинить тебе вред. Убей его, если ты меня любишь». Я жил на 12 этаже этого здания и поднялся на крышу. Когда я туда поднялся, я помню, что он спрятался за лестницей. Этот парень был 180 сантиметров высотой и более 100 килограмм в весе. Тогда я был наполовину одержим и почувствовал, как демон вошел в меня, и это уже больше был не я. Я собирался затащить его к себе в квартиру, нанести ему удар в шею, потому что у меня был котельный горшок, весивший около 40 килограмм. И в нем было 9 мачете и ножи, которые я использовал для приношения в жертву животных. Я подошел, чтобы схватить этого парня и привезти его в квартиру. Но он выскользнул из моих рук и просто исчез. Этот парень был как олимпийский спортсмен. Он просто ушел, исчез. Я не мог схватить и убить его, поэтому я был очень разочарован тем, что не смог убить первого человека. Люди нарисовали здесь граффити, но это демон. Посмотри на демона, который руководит вратами ада, о котором написано в моей книге. Этот маленький демон. Этот демон руководит республикой Гаити. Это начальствующий над Гаити, а тот первый, властвующий над Исламом. А теперь посмотрите. И чтобы заманить людей в ловушку. Истина. Смешно, не правда ли? Истина сделает вас свободными. Они поместили сюда крест, чтобы люди думали, что они являются частью истины. Что это за место? Это место, где люди собираются для колдовства, чтобы травмировать и убивать людей. Мы можем пойти внутрь. Если бы я сказал вам, что собираюсь убить вас через 30 дней, вы могли бы уже готовиться к своим похоронам, так как точно умрете через 30 дней. Меня не волновало, кто ты, кого ты знаешь или кем ты называешь себя. Неважно, католик ты или христианин, или верующий, я все равно убью тебя, только если у тебя нет реальных отношений с Иисусом Христом. Одна женщина подошла ко мне и сказала, «Мой муж обманывает меня. Я хочу, чтобы ты убил женщину, с которой он проводит время. Наложи на нее проклятие и убей ее. Сколько ты возьмешь с меня?» Я сказал, «Вернись позже, я поговорю с дьяволом». И в течение нескольких дней я сообщу тебе. И так она вернулась, и дьявол сказал мне, чтобы она купила гроб, 21 черную свечу, достала фото этой женщины и положила ее в коробку, чтобы начать колдовать. Через 21 день она должна была умереть. Через 21 день мы должны были похоронить ее. И когда женщина пришла, я назвал ей сумму в 10 тысяч долларов. Она согласилась. Я сказал, «Знаешь, я знаю тебя, я пойду тебе навстречу. Дай мне 7 тысяч долларов, тебе скидка 30 процентов, и я убью ее». И когда она уходила из моего дома, то сказала, «Кстати, та женщина христианка, я сказал, «Я убью ее бесплатно. Мне не нужны эти деньги. Я преподам этим христианам урок. Я убью ее бесплатно. Мне не нужны твои деньги. Я убью ее просто так». И я начал делать вуду, колдовать. Прошел 21 день, но женщина не умерла. Прошел месяц, но женщина не умерла. Я был удивлен, что происходит. На кону моя репутация. Я взывал к дьяволу, взывал к демонам. Я увеличил колдовство, я увеличил магию в два раза, так что она могла умереть буквально за одну ночь. Но ничего не происходило. Я был в комнате ночью однажды, и появился дьявол. Я почувствовал, как он вошел в комнату. И он сказал мне, «Мы должны прервать план в отношении той женщины, которую ты хочешь убить». Я спросил, «Почему мы должны прервать этот план? Моя репутация на кону. Я же колдун и маг. Если я не смогу убить ее, то они будут думать, что у меня нет силы». И дьявол сказал, «Ты не понимаешь, Бог, которому она служит, сказал оставить ее в покое и не прикасаться к ней». И я спросил, «Кто этот Бог?» И он ответил, «Бог, которому она служит». Я был очень раздражен и хотел взять еще одну неделю, чтобы убить ее, но дьявол повторил, «Бог сказал оставить ее в покое». Я применял такую магию, что она должна была погибнуть меньше, чем за 21 день. Это Иезавель в их религии. Вот так это работает. Смотри, эти статуи, по сути, ничего не значат, но за ними стоят демоны. И для того, чтобы соединиться с Духом, нужно создать определенную статую, потому что я человек, а они бессмертные духи. Этот дух – дух демона. Я, как человек, не могу связаться с Духом. И для того, чтобы это сделать, нужна статуя в виде человека. Статуя похожа на человека. И демон работает через эту статую. То же касается и вот этих фигурок. Этим статуям даже даются имена и дни рождения. Именно таким путем американские индейцы соединялись с демоническими силами и оккультизмом. Эти статуи люди используют лишь для маскировки их демонической религии и демонических действий. Здесь нет ничего святого. Только мы, стоящие здесь, святы. Что происходит в этом месте? Там позади они практикуют магию и вуду. Они делают заклинания и делают чистки. Все это демоны. Они хотят, чтобы ты купил статуи и принес демона домой. Смотри, выборочные молитвы. Они заставляют тебя верить, что ты молишься Богу. Но это не... Это не божественные молитвы. От Бога тут ничего нет. И в этой книге ни слова о распятии. Еще у нас была книга. Я был третьим человеком в Америке, который получил эту книгу. В ней содержались символы различных демонов, духовных властей, различные пути убийства человека через магию. Ни у кого не было копии этой книги, и никто не мог иметь ее копию, пока сам дьявол не распишется в ней. И я был третьим человеком, который получил эту книгу. Я брал символы с этой книги, чтобы колдовать, делать так, чтобы люди сходили с ума. Я наводил проклятие на людей, чтобы они теряли деньги, чтобы к ним приходили болезни из ниоткуда. Проклятие, чтобы люди получали проказу. Делал так, чтобы люди заболевали раком. И дал проклятие, чтобы люди делали аборты, и чтобы происходили выкидыши. Отправлял людей в больницы на операции, хотя им не надо было туда ложиться. Я посылал духов биополярности, духов шизофрении, духов самоубийства. Ночами напролет я был с дьяволом, молясь и разговаривая с ним. А христиане не могут и в церковь сходить на один час, и не могут помолиться всего один час. Духовный мир является более реальным, чем физический, но мы не видим этого. И все, что не защищено Иисусом Христом, является легкой мишенью для атак. Например, я мог с легкостью убить атеистов. Они были легко убиваемы, так же, как и свидетели Иеговы. Люди, которые не верили в существование дьявола, были легкой мишенью, так как они не искали духовной защиты. Я помню время, когда группа Ники Круза под названием «Трус» приехала в мой район, и, останавливаясь, они проводили поклонение и проповедовали Слово Божье. Потом они ехали в другой район и делали то же самое. И я пришел к этой группе, чтобы разрушить ее. Это были молодые ребята, 16, 17, 18, 20 лет. И я сказал, как они играют эту грязную музыку в моем районе? Как они осмелились? Я собирался уничтожить этих детей, но когда я подошел к ним, вокруг них была огненная стена. я не смог проникнуть и коснуться их. Там было что-то, что толкало меня назад. Я пытался вызвать демонические силы, и снова что-то толкало меня назад, и я сказал, что здесь что-то не так. Здесь что-то не так. Я покинул их и сказал, «Хорошо, вы выиграли первый раунд». Итак, очевидно, в этом месте есть духи, которые наблюдают за нами, и они не рады нам. Конечно, они наблюдают за нами, но мы защищены. Мы покрыты кровью Иисуса Христа, и нет ничего большего, чем Его кровь. Нет ничего, что может коснуться нас, потому что мы имеем живую изгородь защиты вокруг нас. Мы можем ходить в этом месте, мы можем выгнать демонов отсюда, мы можем проклинать это место во имя Иисуса. И нет ничего, что дьявол сможет сделать нам. У меня было очень много денег, прекрасные машины и девушки. Мой район был в ужасе от того, кем я был. Они говорили, что если будешь иметь дело с этим парнем, твоя семья умрет. И если свяжешься с этим парнем, ему не нужно оружие, он убьет их во сне. Мой отец был удивительным человеком. Он дал мне силы сверх того, что я мог себе представить. Он дал мне силы, чтобы люди боялись меня. Полицейские боялись меня. Охрана в моем районе не боялась меня. Люди называли меня сыном дьявола. Я ставил христиан на колени, но не для молитвы, а потому что у них не было сил. Это было не потому, что Бог не всемогущ, но потому что сам человек был слаб в Боге. Человек не молился, не постился, и не имел отношений с Богом. Был лишь вид благочестия в человеке, но в нем не было силы. Человек был слаб. У него была Библия. Он носил правильную одежду, правильный костюм, но не было соединения с Иисусом Христом, потому что тот человек был вне Его воли, вне Его обещаний, вне Его божественной цели. И я пользовался этим. Они были моими рабами. Я ломал их. Я колдовал над ними и продолжал это делать от христианина к христианину. И дальше к семьям и к церквям. Я разрушал всех тех, кто представлял Иисуса Христа. Очень демоническое место. И это место влияет на весь регион? Конечно. Они заблокировали весь этот регион. Это трон дьявола. Мы только что выехали оттуда. Этот трон находится там с 80-х годов. Люди тратят по сто, по 200 долларов, покупая эти вещи. Когда они сломаны или бедны, думая, что это сделает их жизнь лучше. Они думают, что все станет лучше, что это вызовет прогресс, что они смогут разрушать наследственные проклятия, разрушать проклятия Вуду, колдунов. Но с другой стороны, Бог говорит, «Когда я приду, я сделаю это бесплатно. Отдай свою жизнь мне, и я освобожу тебя». Но они не хотят этого. Это слишком трудно и сложно для них. Задумайтесь только. Они приходят сюда, тратят 200 долларов, покупая эти вещи, и думают, что будут освобождены и будут жить в изобилии. У меня был контракт с духовной властью, управляющим Гаити. Его зовут Кандела. У меня был контракт с демонами из Майами, Африки и Нью-Йорка. На перекрестке 42-й улицы Нью-Йорка находится отдельная духовная власть, которая руководит там. У меня не было совести. Помню, как я колдовал над своим братом и посадил его в тюрьму на пять лет. Я сделал это своему собственному брату. Мой другой брат, который тоже был колдуном, как-то пришел домой, и демон буквально прыгнул на него, и он просто выбежал из дома, он не мог терпеть боль в животе. Моя мать свидетель этому. Я делал много обрядов со своим телом, продавал душу дьяволу. В последнем обряде я проглотил кровь животных с порохом. Это называлось санси, обряд гаитский и французский. Это предназначено для того, чтобы люди не могли заколдовать еду, которую я собирался есть у них в гостях. Я совершал очень много обрядов. Я ходил в демоническую церковь, и каждый год у нас проходило секретное собрание всех ведьм и колдунов, чтобы определить, какие духовные власти нам выбрать и установить в определенных регионах. Мы были организованнее, чем церковь. Царство тьмы намного более организовано, чем церковь Иисуса Христа. Мы знали, какие обряды делать в конце года, чтобы подготовиться к грядущему году. А христиане не могут даже на час пойти в церковь и иметь постоянную связь и отношение с Богом. Я даже решил взять отпуск от занятий колдовством сроком на один год, и дьявол наказал меня, лишив зрения сроком на один год. Я был полностью слеп на целый год. Я зарегистрировался в комиссии для слепых. Они обучали меня ходить с собакой и пользоваться палкой, чтобы идти по улице. Моя мать ухаживала за мной целый год. Я был полностью слеп. И когда я обратно отдал свою жизнь дьяволу после семи операций, он возвратил мне зрение. Это было мое наказание за то, что я взял отпуск на один год. Дьявол сказал, «Ты хочешь год отпуска? Я дам тебе его, но лишу тебя зрение». И в таком мире я жил. Если не будешь служить дьяволу, он убьет тебя или твою семью. Это был сильный страх, который захватывал тебя, и ты не мог покинуть эту религию. Ты не мог покинуть сантерию. Ты не мог покинуть спиритизм. Доктора не могли объяснить, как я потерял зрение. И когда христиане совершают плохие вещи и пропускают свои цели, то их хранит только милость и благодать Божья. Но когда ты делаешь то, что не нравится дьяволу, он убивает членов твоей семьи. Помню, как дьявол предупредил одну женщину, чтобы она больше не была с тем человеком. Но ее это не волновало, потому что она любила его. И одержимый бездомный человек на улице взял молоток и 17 раз ударил ей в голову, убив ее. Однажды, придя с клуба, я сидел и смотрел шоу Джерри Спрингера. Это было сумасшедшее шоу. Люди там дрались друг с другом. Меня это веселило. И вдруг я услышал слова «Сын, я скоро гряду». Что ты собираешься делать со своей жизнью? Четкий слышимый голос пронесся по всей комнате. Я подумал, это телевизор. Но потом я решил, что это не может быть телевизор. Ведь я знал голос дьявола. Я сидел с ним так же, как сижу сейчас с вами. Он приходил в комнату в виде человека. И атмосфера всегда менялась при его появлении. Я знаю, что он сидел со мной, и мы всю ночь разговаривали. Я знал его. Я знал каждую духовную власть и демона, которые руководили регионами в Америке, в Канаде. Я знал каждого духа, который руководит оккультизмом, нью-эйдж, буддизмом, исламом, сантерией, спиритизмом. У меня был контракт с каждой властью, с духом Изавель и с дьяволом, и контракты с другими демонами, о которых вы и не знаете. Я знал всех их поименно. Всех поименно. Но этот голос был другим. Он пришел из ниоткуда. Он пришел откуда-то из воздуха. Я был в шоке. Потом я увидел видение с другой стороны квартиры. Все небо было в огне, и люди были на коленях. Я видел людей, которые убегали от огня. Они хотели спрятаться, но не могли найти убежище. Я сказал, зачем я это вижу, и отказался смотреть дальше. Но помню, что когда я пошел спать, у меня было видение, что я нахожусь в поезде полном людей. Этот поезд ехал быстрее, чем вы можете себе представить. Быстрее всего, что может только быть на земле. Иисус Христос отправил меня в ад. И когда я сошел в ад, ворота открылись, и я услышал невыразимое эхо, когда двери открылись. Там был жар, который исходил из ниоткуда. Я чувствовал, что задыхаюсь. И люди в поезде не имели лиц. Но можно было увидеть страх в этих людях, воздействие огромного страха, потому что они знали, что идут туда, откуда нет возврата. То место было просто упаковано людьми. Я сказал, я не могу умереть здесь. Я родился не для того, чтобы умереть тут. Я говорил это сам себе. И выйдя с поезда, я пытался найти туннель в аду. Я бежал по туннелям, ища дверь или окно. Может, где-нибудь здесь есть большая щель или окно, чтобы мне выйти отсюда обратно в реальность. Но там не было никакой щели. И чем больше я бегал по туннелям, тем больше страх опутывал меня. Я слышал мучения людей. Тьма окутывает вас. Страх окутывает вас, как будто вы одеваете одежду. Это то, чего вы не можете контролировать. Это охватывает вас и не дает вам уйти. Я даже не мог видеть свою ладонь, но я слышал рыдание. Вы когда-нибудь слышали, как рыдает ребенок и животное одновременно? Это было именно такое рыдание. Это просто не описать. Там были жар и вонь, как у водостоков в Нью-Йорке, только намного хуже. Это неописуемо. Я подошел к части туннеля, и тут появился дьявол. Он сказал, «Я был твоим папой. Я заботился о тебе. Я благословил тебя. Я защищал тебя. Я убивал людей для тебя. Я делал все. Я дал тебе силы. Я дал тебе имя в царстве тьмы. Когда люди шли против тебя, я уничтожал их, потому что я знал, что ты будешь моим инструментом для продвижения моего царства на земле. И сейчас ты хочешь покинуть меня и предать меня? Он говорил это на демоническом языке, и я отвечал ему на демоническом языке, говоря, «Нет, я не покидаю тебя. Я просто запутался». Но он сказал, «Я знаю, ты хочешь покинуть меня. Ты собираешься разоблачить мою религию, разоблачить меня, кто я есть и как я действую в духовной реальности. Я говорил тебе вещи, о которых никому никогда не говорил. Я доверял тебе и хотел мощно использовать тебя для своего царства. И он хотел схватить меня. Но как только он подошел, чтобы схватить меня, появился крест Иисуса Христа. Я даже не понял, как крест в один метр высотой вдруг появился в аду. Когда я был в одних синих шортах и футболке, я направил его на дьявола. Когда я направил на него крест, дьявол просто растаял, и он стал как младенец. Он упал на пол без сил. Я воспользовался этим и побежал дальше, внутрь тоннеля, надеясь, что там есть дверь. Моя надежда исчезла. Я подумал, это конец. Не было никакого выхода, абсолютно никакого. Страх опутал меня. И это не описать. Еще никогда я не переживал такого страха. Я был в отчаянии. Это было противоположно небу, противоположно радости, веселью, жизни и миру. Это было полностью противоположно свету. Место для мучений. Если я здесь, значит, ни моя семья, ни моя дочь не знают, что я здесь. Как же они найдут меня? И как я дальше бежал по туннелю, надеясь, что впереди есть дверь или окно, или трещина, чтобы мне выйти оттуда, дьявол показался снова и сказал, «Сейчас я уничтожу тебя». Я отвечал ему на демоническом языке, что у меня есть эти знаки на теле, это мой контракт, чтобы защитить себя и разрушить тебя. Он ответил, «Глупый, я отдал тебе эти знаки. Эти знаки говорят о том, что я владею тобой. Ты никому не принадлежишь, кроме меня. И ты будешь служить мне или умрешь». И когда он снова попытался схватить меня, я сказал, «Ну все, я уничтожен». Крест Иисуса Христа снова появился в аду. И нет выше той любви, чем крест, который появился в аду перед таким грешником, как я. И как говорит Давид, «Взойду ли на небо, ты там. Всойду ли в преисподнюю, и там ты. Милость и благодать явились в аду. Милость и благодать знали, где я нахожусь. У благодати и милости был план на мою жизнь. Несмотря на мои презренные, демонические, эгоистичные, высокомерные пути, когда я был почти уничтожен в аду, Иисус Христос возлюбил меня и сказал, «У меня есть план для тебя. Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить». Он явился мне в аду, и когда я проснулся, моя душа вернулась обратно в тело. Я проснулся и преклонил колени перед Христом. У меня было вещей для колдовства на сумму 100 тысяч долларов. Я бросил колдовство, бросил религию. Я выбросил все, что имело связь с тьмой. Люди из Гаити, люди из Майами, из Нью-Йорка сказали, «Мы должны убить его, потому что он очень много знает. Мы должны уничтожить его. Он больше не принадлежит нам. Он знает слишком много». И они пришли, чтобы убить меня. Но ничего не вышло. Ночами демоны появлялись и мучили меня на протяжении 30 дней. Они хватали меня за горло, поднимали меня с постели. Иногда я лежал и чувствовал, что кто-то лежит напротив меня. От него исходил холод. Я смотрел и ощущал, что это сам дьявол лежит в моей постели. 30 дней они мучили меня. Они хотели украсть мое сознание, вырвать мою душу из тела, вырвать мой дух из тела. Я дрожал по ночам. И 30 дней я взывал, не зная, как мне молиться. Я говорил, «Иисус! Иисус! Иисус!» Я молился так, как молилась моя сестра. Я слышал, как молились в церкви. Слышал, как молился кто-то другой. Я собирался эти молитвы вместе, старался собрать их воедино, как мозаику, стараясь сражаться за свою жизнь. Однажды я был в церкви, прославляя Бога, и я спросил его, «Для чего ты допустил быть моим страданием?» И он ответил, «Я хотел видеть, как сильно ты любишь меня. Я хотел увидеть, как сильно ты надеешься и уповаешь на меня. И после этого я больше никогда не был мучаем дьяволом. Я стал евангелистом Иисуса Христа, 14 лет служа Богу, и я никогда не променяю это ни на что на земле. Я знаю, однажды он скажет, «Добро пожаловать домой!» «Молодец! Верный раб!» И я говорю о взаимоотношениях с Иисусом Христом. Он мой Господь. Мое начало и конец. Никакое оружие не победит меня теперь. Я умер с Иисусом, и я приду домой. Не из-за кого-то, не из-за вуду или каких-то заклинаний. Ничто не сможет отделить меня от любви Божьей. Сто тысяч долларов на колдовство, продать душу дьяволу. Знаки тут и тут, но высший знак это здесь, в сердце. Это любовь, которую я имею ко Кресту. И нет ничего, как Крест Иисуса Христа. И вот что я скажу, и на этом я закончу. Я был проклят, но теперь я благословен, потому что тот, кто был благословен, стал проклятием за меня. И теперь у меня другой, Папа, который сидит высоко над Вселенной. И он любит меня больше, чем я могу себе представить. И эту любовь сейчас я могу отдать своей дочери. И сегодня моя дочь христианка, она рождена свыше. Она закончила колледж по специальности психология. И я знаю, что Бог будет использовать ее могущественно. Эстафета, которой владею я, я передам ей. На этот раз это будет правильная эстафета. Я знаю, что она сделает больше, чем ее отец. Прежде чем я покину землю, люди будут знать, что Джон Рамирес был здесь, потому что он служил великому Богу. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok